Ого! Слухай, а тебе иначе двадцать? В российской армии большие проблемы, где оккупанты будут наступать в ближайшие недели, а Путин скоро объявит о победе в войне, об этом нам расскажет военный эксперт Михаил Самусь. Итак, мы знаем из сообщений прессы, от Минобороны, от разведки, что Российская Федерация готовится к масштабному наступлению. Прежде всего, хотелось бы узнать, за счет чего Россия может усилиться и настолько, что ей будет достаточно сил идти в атаку? На самом деле, опять же, различные версии обсуждаются. Какое это может быть наступление? Моя версия состоит в том, что Россия не готова к проведению стратегической операции на данный момент. И главной проблемой здесь является не то, что у них мало мобилизованных или мало, например, силерий. Проблема в том, что у них нет господства в воздухе, у них отсутствует сейчас эффективная система разведки, и поэтому проведение именно стратегических операций в таком состоянии является очень и очень проблематичным. Тем более, что если мы посмотрим на карту и данные разведки, что происходит вокруг Украины, то четко видно, что в Беларуси, например, не существует сейчас ударной группировки российских войск и белорусских войск, достаточно для проведения каких-то наступательных действий, по всякому случае, успешных. То же самое наблюдается, например, на Харьковском направлении, если говорить белорусское, киевское, черниговское, сумское, точно так же отсутствует ударная группировка. Единственное, где отмечается концентрация сил, это Донбасс. Донбасс плюс, возможно, в определенной степени запорожское направление, где Россия должна выполнить политическую задачу. То есть, как мы знаем, Россия аннексировала, формально аннексировала и официально включила в свою конституцию территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, ну, плюс Херсонская. Но с Херсонской областью совсем плохая ситуация, не могут они форсировать Днепр ни при каких условиях. Но вот Запорожская область, Донецкая, Луганская – это то, что генералы могут пообещать Путину, чтобы представить как успех, в том числе, можно даже изобразить как победа и успешный результат так называемой специальной военной операции. Вот на этих направлениях Россия действительно концентрирует свои силы и может попробовать даже при отсутствии господства в отдыхе, при отсутствии тех компонентов, которые присущи современной наступательной операции, попробовать штурмовыми действиями, которые она практикует, например, сейчас на Бахмутском направлении, на Угледарском, и пытается сейчас то же самое делать на Лиманском, на Лиманском временном направлении. Вот эти действия они могут осуществлять. То есть, когда мы говорим о большом наступлении, по моей версии, мы говорим именно об этом. Сравнивать то, что они будут пытаться делать с тем, что они пытались сделать 24 апреля прошлого года, нельзя. Потому что они раз уже попробовали провести современную наступательную операцию с воздушным компонентом, с ракетным компонентом и так далее, не получилось. Катастрофическая была ситуация. Сейчас они могли это попробовать сделать. То есть, если мы говорим о, например, феврале-марте, им нужно было начинать готовить эту операцию в ноябре-декабре. Сейчас уже практически середина февраля скоро будет. И незаметно для того, чтобы они могли создать ударные группировки, тем более создать предпосылки к завоеванию, например, господства лодки. Поэтому мой вывод такой. А вот та активизация боевых действий на Запорожском направлении, на Лиманском, в районе Бахмута и так далее, это можно уже считать началом вот этой попытки наступления? Или это пока еще прощупывание слабых мест нашей обороны? Ну, на самом деле, они, например, на Бахмутском направлении уже несколько месяцев пытаются головой пробить оборону. И там интенсивность боевых действий не снижается. Там однозначно идет задача пробить как раз оборону украинской армии и выйти на оперативный простор для продвижения Краматорску-Славянску. И дело в том, что на самом-то деле и Лиманское направление имеет ту же задачу. То есть если мы вспомним, что было, например, в апреле, мае, июне прошлого года, то есть операция, когда украинская армия еще не освободила Харьковскую область, то как раз Лиманское-Изюмское направление, это была северная группировка, которая нависала украинской армией в районе Донбасса, украинской группой войск. И как раз вот эти клешни, которые Россия хотела замкнуть, получается Лиман-Изюм, с этой стороны Северное-Изюм, они давили, вот сейчас это продолжение, Бахмутское направление, и, естественно, Угледарское, и дальше еще Запорожская область, это южное направление, которое они пытались эти клешни замкнуть. Поэтому это не проверка, это не разведка боем, это действительно то, что они могут сейчас достигать. То есть если бы они сейчас могли работать и продвигаться на Запорожском направлении или Угледарском направлении, они бы могли. Мы знаем, что произошло уже несколько раз на Угледарском направлении. Они делают попытку, очень мощно получают в ответ, вот буквально сегодня ночью они получили днем вчера, мощный ответ, опять отползают, опять собирают силы и снова будут пытаться прорывать, потому что задачу у них не отменяют. Задача захвата полностью Донецкой области, Луганской области, то есть чтобы объявить, что мы наконец-то выполнили задачу защиты народа Донбасса, это то, что минимально оптимальная задача для Путина, которая может в принципе даже представить победой. То есть даже зафиксировав на вот этих рубежах вот эти вот так называемые достижения, Путин может объявить, что в принципе мы больше ничего и не хотели, мы вот призываем Украину, Европу, Запад начать переговоры на этих рубежах. Поэтому для Путина захват Донбасса играет очень важную роль, я бы сказал критически важную роль, поэтому там они и концентрируются. Из сообщения наших бойцов мы знаем, что в штурмовых действиях принимают участие десантники, элитное десантное подразделение, но это, возможно я ошибаюсь, но по-моему это не их специфика ведения боевых действий. Почему россияне используют десантников как штурмовую пехоту? Ну дело в том, что они на Угледарском направлении морскую пехоту используют. Там тоже море не замечено и морских плацдармов, которые нужно завоевывать тоже. То является в принципе специфической задачей морской пехоты, а там она утилизируется очень-очень мощно украинской армией. Дело в том, что российская армия, российская команда недавно использует артиллеристов как пехоту, десантников, как штурмовиков, морскую пехоту как просто группы военнослужащих на технике, которые должны умирать под Угледаром. Там уже с точки зрения спецификации использования современных компонентов общевойскового боя не наблюдается. То есть используют всех, любую живую силу используют как можно для того, чтобы выполнить политическую задачу. Естественно, военные бы воевали по-другому. Они, наверное, бы уже давно прекратили эту войну, я имею в виду со стороны России. Потому что то, что там происходит, вот эти просто дикие потери, которые несут, в том числе элитные рода войск, виды войск, они неприемлемы для любой армии. Это приемлемо только для политического руководства, для путинского режима, которым наплевать на военных, наплевать на российское население и так далее. В том числе и наплевать на принципы ведения войны. То есть так воевать нельзя. В принципе, нельзя. То, что сейчас происходит на Бахмутском, на Ульдарском направлении. Но Путину все равно. И поэтому генералы в российской армии, выращенные по принципу отрицательного отбора, они не умеют говорить «нет», они не умеют доказывать или отстаивать свою позицию. Они, я уверен, предлагали какие-то свои планы, но Путину они не понравились. Он сказал, мне все равно, как это решать. Вот вам любые мобилизационные ресурсы, набирайте людей, вбрасывайте их в топку. Главное – выполнить задачи. Поэтому, в принципе, десантники и на Херсонском бортдарме, они точно так же использовались как пехоты. Они сидели в окопах, и Финскармия их просто накрывала артиллерией, звезды лоботников и так далее. И это явно были даже не рейдовые или какие-то штурмовые действия. Можно допустить, что десантно-штурмовые подразделения могут участвовать в рейдовых действиях, прорывать оборону, действовать на переднем крае, но именно не как пехота. То есть здесь абсолютно отсутствие какого-то логики, если мы говорим о принципах ведения боевых действий. Кстати, по поводу мобилизационного ресурса. В России так называемая частичная мобилизация была объявлена еще в сентябре. И часть этих людей тут же были отправлены на фронт, часть в учебке. И специалисты говорили, что для того, чтобы провести масштабную наступательную операцию, им надо было еще провести мобилизацию, дополнительный набор. То есть тех 300-500 тысяч мобилизированных, которые они призвали в прошлом году, может не хватить. Или все-таки российское командование считает, что этого им достаточно, и поэтому мобилизация не продолжается. Здесь действительно интересный момент. Я помню, как мы в ноябре прогнозировали, что если... То есть вот та частичная мобилизация, которая была начата в сентябре, вызвала много скандалов на самом деле. И такой взрыв в публичном пространстве, в том числе в России, вот эти все действия, они вызывали немало, скажем так, противоречивых моментов внутри российского населения и политику, и так далее. Но как бы эти 200-300 тысяч человек, которые говорили, они действительно быстро растворились. Часть быстро растворились на поле боя, были убиты, часть оставили в учебках, пытались как-то готовить. И сейчас, кстати, там частично продолжается подготовка в Беларуси, потом их бросают потихоньку в топку на Донбассе. И прогнозы были такие, что им нужно еще одну волну проводить, минимум 300 тысяч человек, чтобы как раз вот в ноябре мы говорили, что если они собираются в феврале кто-то проводить, какую-то новую масштабную операцию, им нужно еще 300 тысяч минимум набирать, и набирать более интенсивно даже, чем в сентябре. Но каких-то видимых процессов мы не наблюдали. Получается, что есть разные версии. То ли им удалось как-то скрыто очень провести эту мобилизацию, никто не заметил, в чем я очень сомневаюсь. В современном мире это нельзя было бы испечить, потому что мы помним, какую панику вызвала тогда вот эта вот мобилизация, когда около миллиона человек выехало из России, и соседние страны бежали от этой мобилизации. Я думаю, что если бы началась такая же интенсивная мобилизация, то эффект был бы примерно такой же. Ну, возможно, с какими-то спецификами, все-таки это вторая волна, она отличалась в том числе и по реакции. Но в любом случае мы бы это заметили. Есть версия, что проводили как бы в таком поточном режиме, то есть работали с теми слоями населения, которые не протестуют, и они готовы к выполнению этих. Вот, например, была проведена активная так называемая рекрутизация заключенных через структуры ЧВК, так называемый ЧВК «Вагнер», и говорят о нескольких десятках тысяч заключенных, которые были сначала рекрутизованы, а потом утилизированы в Украине, в основной массе. То есть на данный момент заметно, что их меньше стало вагнеровцев, и очевидно, что их заключительная часть убили. А вот обычной мобилизации, вот тех признаков, которых мы ожидали, не было замечено, и это означает, что, во-первых, сменилось руководство. Суровикин с Пригординым отошли в сторону, опять вернули Герасимов, дали ему шанс на перелом ситуации, и, возможно, Герасимов по-другому на это смотрел, и сказал, что ему, например, хватает ресурсов для того, чтобы провести такие наступательные операции. В чем я лично сомневаюсь, потому что, если они надеются просто на забрасывание мяса, тогда им нужно постоянно набирать, нужно постоянно проводить эти мероприятия, очень активно брать этих, как они говорили, и должников, которые не могут уехать за границу, называли с цифрой, 7 или 8 миллионов, ну, пополам мужчины будет 4 миллиона, то есть много у них должников, алименщиков, с которыми можно работать, и с которыми можно пообещать, что тебе, например, прощается этот долг, если ты служишь полгода на фронте против Украины. Это можно делать, как делает это Пригожин, обещая снятие всех грехов за то, что они там прольют свою кровь. Пока таких действий не отмечается. И это вызывает, честно говоря, у меня удивление, потому что высокоточного оружия в России не станет точно больше, в России не станет больше высокоточной артиллерии или современных танков. И поэтому у них единственная возможность это действительно наращивать количество личного состава. И это не происходит. То есть мы, например, могли прогнозировать в ноябре, что они попробуют создать группу 50-80 тысяч человек в Беларуси. Этого тоже не произошло. В Беларуси количество личного состава не увеличилось. Там 10-12. Почему так происходит? Очень тяжело сказать. Я думаю, что в ближайшее время мы поймем, если они не начнут какую-то еще одну массированную мобилизацию, то значит они могут ограничиться на самом деле Донбассом. То есть они планируют захватить Донбасс полностью и потом объявить о политической победе в этой войне и требовать переговоров. Они так могут пойти. Особенно осознавая, какие последствия сейчас уже идут от санкций. Мы понимаем, на 60% больше бюджетный дефицит в январе по сравнению с январем 2022 года. И дальше ситуация будет только ухудшаться. Поэтому это очень интересный индикатор отсутствия мобилизации. Именно активный. Насколько Российская Федерация на данный момент обладает тяжелым вооружением для проведения наступательных операций? Ну, теоретически и статистически у них еще много железа, много танков, техники и так далее. Опять же, когда мы говорим, вот они сейчас мобилизуют 300 тысяч человек. Это означает, что надо несколько тысяч танков, несколько тысяч бронемашин, опять же, тысячи стволовой артиллерии и так далее и тому подобное. Потому что каждое подразделение – это не просто толпа народа, это подразделение оснащенное, укомплектованное соответственно по штату вооружение военной техники. И очевидно, что такого соответствующего вооружения военной техники у них уже нет. То, что мы видим на Донбассе – это в основном пехотное подразделение. Во всяком случае, пригожинцы использовали именно такую тактику. Вообще без бронетехники. Они идут, и это напоминает какие-то атаки Первой мировой войны, когда еще бронетехника не использовалась массово, появлялись только первые единицы. И именно это мы видим. То есть у них отсутствует очевидно возможность комплектовать нормальные мотоцилковые подразделения, которые бы действовали как положено. Они действуют в основном пехотными, легкими, пехотными, малыми группами и так далее. Это не от хорошей жизни. И это означает, что, кстати, возможно, одна из причин того, что они не проводят эту массированную мобилизацию, это сразу отсутствие подготовленной, боеготовой техники. Потому что формирование просто легкопехотных подразделений – это абсолютно против доктрины современной. против доктрины, как ее, наверное, понимает в том числе генерал Герасим, который все-таки вырос на советской школе. А советская школа – это все-таки техника. Это мотоцилковое, довольно-таки тяжелое подразделение, которое должно выполнять свои задачи. И не за счет массированных волн мяса, а все-таки работы артиллерии, работы танков, бронетехники, разведки и так далее. Всех этих компонентов сейчас у России очень мало, и с каждым днем они ухудшаются. Дело в том, что даже те попытки ремонта, восстановления техники, они наталкиваются на том, что у них нет комплектующих, многих комплектующих, в том числе западных или просто иностранных комплектующих, которые хотя бы немножко дотягивали танк Т-62 или танк Т-72 к современным образцам, за счет установки каких-то систем управления оружием или тепловизоров и так далее. Нет просто этих компонентов, и получается, что танк Т-62 или Т-72 уровня 60-70-х годов, он таким и остается. А это совершенно другой уровень. То есть сейчас у нас идут дискуссии, а вот Леопард-1 это же очень плохой танк, он старый, но извините меня по сравнению с той техникой, которая есть у России, если она придаёт сотню Леопард-1, я думаю, это будет худший вариант. Да, и с ними нужно будет поработать, да, модернизировать. Да, у них броня слабее, конечно же, чем у Леопард-2, но это лучше, чем просто пехотное, легкие пехотные подразделения, которые сейчас в России используются. Очевидно, нет хорошей жизни. Очевидно, что, опять же, вот эти вот атаки, штурмы при отсутствии господства в воздухе, при отсутствии бронетехники, ну, это действительно Первая мировая война, и проводить такими силами операции невозможно. Давайте себе представим, что они собрали миллион человек и просто толпой пошли со всех сторон. Ну, результат такой операции будет просто катастрофический, просто катастрофический, потому что это будет просто уничтожение живой силы, даже если они как-то там продвинутся на несколько сотен метров через границу с Белоруссией или там на Харьковском направлении, но они просто будут уничтожаться артиллерией, тяжелым вооружением и так далее, авиацией украинской, в конце концов. Потому что, опять же, почему у нас говорят о важности даже одной эскадрильи F-16, там, Рафали, потому что это совершенно создаст другие условия для проведения наступательных операций украинской армии. У нас формируется довольно-таки мощный бронекулак, тяжелый, с поставками западной техники. Один момент, мы не владеем точно так же, как русские, мы владеем господством воздуха. А вот поставка нам самолетов 4+, поколения, позволит нам хотя бы на некоторых, я не говорю о полном господстве, но вот концентрировано на некоторых участках фронта, где нужно проломить оборону, мы сможем создавать господство воздуха. Это просто важнейший компонент для того, чтобы наземные силы могли успешно и без потерь проходить позиции врага. В последнее время появлялись сообщения о том, что российская армия испытывает снарядный голод, хотя до этого выстреливало десятки тысяч каждый день. На ваш взгляд, это действительно говорит о том, что у них проблемы с боеприпасами, или они копили некий резерв для вот этой наступательной операции? Ну, там есть несколько факторов. Например, до июня прошлого года они себя очень комфортно чувствовали, потому что они имели возможность создавать склады с боеприпасами в непосредственной близости к линии фронта, буквально там, например, 20-30 километров, не боясь того, что украинская армия их может уничтожать. Конечно, украинская армия могла опробовать различными средствами их уничтожать, но это было немассовое, скажем так, немассовое явление. После появления Хаймарсов украинская армия просто начала их массированно выбивать в полосе 70 километров, это очень, скажем так, чувствительно для армии, иметь логистику аж за 70 километров от линии фронта, и это потребовало от России фактически формирование складов боеприпасов уже в районе 100 километров отдаленности от линии фронта, а все остальные склады делать меньших размеров, подвозить автомобильной техникой и так далее. То есть это создало сложности с логистикой. Кроме того, действительно существует определенный, не то что голод, но определенное снижение объемов, которое можно использовать, потому что, опять же, статистически у них боеприпасы должны еще быть, причем в миллионах тонн оставаться. Они не использовали еще явно весь советский ресурс, там было, по-моему, 12 миллионов, что-то около того. В Украине, кстати, на момент, например, 2000-х годов, у нас было 2 миллиона тонн боеприпасов, ну, чтобы понять масштаб. Огромное количество советских времен оставалось, и я не думаю, что они все использовали. Но вот эти советские боеприпасы нельзя использовать сразу же, то есть какую-то часть они уже использовали, те, которые были более современные, сейчас остаются боеприпасы, которые нужно готовить, то есть надо прогонять их через производство, проверять, разбирать, собирать и так далее, то есть проводить обслуживание и готовить их, чтобы они были эффективны. И вот этот вот момент с логистикой и момент с тем, что эти боеприпасы уже стареют, чем те, которые использовались в первой части войны, причем часто без думы, ну, 60 тысяч боеприпасов в день там на одном участке. Они просто по-советски действовали, несмотря ни на какие там ограничения, у них все было как будто бы бесконечно. Сейчас это все начинает, вот эти вот границы возможного, они начинают появляться. Не все так быстро. В некоторые склады, я уверен, оказалось, что боеприпасы не в удовлетворительном состоянии, некоторые боеприпасы вообще нельзя использовать, нужно только утилизировать и так далее. То есть на самом-то деле сказать там несколько миллионов тонн, это хорошо. А когда ты начинаешь проводить аудит конкретно, и вот надо войска отправлять, там начинаются разные истории. Это 100%, особенно в российских реалиях. Поэтому я думаю, что и в дальнейшем эта проблема будет нарастать, особенно если украинская армия все же получит ground launch small diameter bombs со сложной аббревиатурой боеприпасы, которые можно использовать с хаймарса на 150 километров. Соответственно, вот и с боеприпасами нужно отводить уже будет, ну, на 180-200 километров, а это уже на территории России. Фактически при такой логистике, фактически может быть такой, я не скажу, что это будет голод, но вот этот фактор отдаленности с ладо с боеприпасами будет играть еще больше ограничительную роль использования артиллерии на линии фронта. Во всяком случае, интенсивность применения артиллерии будет падать. И это очень хорошая вещь с точки зрения того, что господства воздуха нет, пехотные подразделения идут без бронетехники, да еще если будет ослаблена поддержка артиллерии, да устаревшая, но все равно она работает. Это будет очень хороший, хороший, позитивный фактор с точки зрения ослабления российских возможностей вообще для проведения штурмовых действий. То есть им придется просто, даже уже без артиллерии, с минимальной поддержкой артиллерии бросать свои пехотные подразделения, и даже если представить сейчас забрать фактор артиллерии из бахмутского направления, ну, это совершенно другая ситуация. для украинской армии это просто превращение этих пехотных подразделений противника просто в мишени, которые будут уничтожаться. На дальних, на ближних подступах, но в любом случае без артиллерии противнику будет очень тяжело. Такое создается впечатление, что вот это контрнаступление началось или все еще готовится, но как-то в попыхах. Почему россияне торопятся? Ну, на самом деле, я не скажу, что они торопятся, но в любом случае, вот то, что я говорил, приходит, например, боеприпасы 150 километров, приходит, опять же, к апрелю формируется мощнейший бронекулак, а если еще и приходит, например, пара эскадриллера, фалей, гриппенов, F-16, неважно, каких средств. Естественно, в том состоянии, в котором сейчас находится российская армия, оно им будет очень тяжело выдержать наступление украинской армии. И они понимают, что если украинская армия начнет наступление, российская армия посыпется, то действительно, к середине этого года ситуация станет просто катастрофической. Будет вопрос открыт о деоккупации Крыма и завершение деоккупации Донбасса. Для Путина это будет, конечно, крафт, это будет конец его, я думаю, не только политической, но и физической жизни, потому что элиты не будут этого терпеть. Там очень много групп формируется, которые могут очень быстро выстрелить и создать свои политические движения, агрессивно-радикальные движения. Мы знаем этих деятелей, которые, если вдруг какие-то олигархи решат финансировать такие движения, они очень быстро могут усилиться. Сейчас они в таком состоянии и в Атентом находятся, и только в Медином, но они могут вырасти в силы, которые могут сравниться даже с Пригоринским. Это может произойти очень быстро. То есть главный фактор для России это западное оружие, которое идет сейчас в Украину, очень мощно. Ну и второй фактор, о котором я уже говорил, это санкции. То есть при таком нарастании дефицитного, бюджетного дефицита и падения российской экономики после введения эмбарго нефти, газ и нефтепродукты, а сейчас Украина добивается все же введения санкций на атомную промышленность, потому что мирный атом, он давал России десятки миллиардов долларов тоже прибыли, и кроме того, еще влияние на страны, потому что когда ты строишь атомную станцию в стране, ты все-таки ставишь ее в определенную зависимость и можешь влиять на политиков, которые действуют в этой стране. И введение санкций тоже, я уверен, кульминации достигнет как раз в середине этого года. Поэтому Путину нужно как-то решить вопросы. Моя версия, что ему генералы наконец-то, в том числе, возможно, даже и ФСБшники, возможно, тот же Патрон, они разложили ему на пальцах, что действительно и реальный, реальный вариант это зафиксировать, захватить Донбасс и зафиксировать эту ситуацию для того, чтобы избежать вот той катастрофы, которая будет в середине года. Чтобы заявить, мы останавливаем боевые действия и тихонечко начать переговоры с Западом о снятии санкций. То есть ослабление каких-то нефтяных, газовых ограничений и так далее. Не допустить тирсатам, санкции титановой отрасли и так далее. Те, которые еще остаются. И если это не удастся, то это будет крах путинского режима. Если удастся, есть шанс каким-то образом выскользнуть из этой ситуации, которую Путин сирдинал 24-го дня прошлого. Спасибо большое за комментарий. Хорошего вам дня. Спасибо. До свидания. Всего доброго.